Добрый день дорогие зрители канала Марина Цветы. Очень много у меня появилось новых подписчиков и в этом году я снова хочу повторить видео об обрезке смородины. Но дорогие мои начинающие садоводы, если вы поймете методику обрезки смородины, вы также будете выполнять и обрезку всех ягодников. Смородина это такое растение, которое может расти у вас больше 10 лет. Я знаю, что некоторые из вас хотят реанимировать или более того получить урожай, например, от кустов, которым более 15 лет. Конечно, это неправильная позиция, это фантастика, а можно сказать даже утопия. Наша с вами задача периодически омолаживать смородину и методику, которую я вам сейчас расскажу, начинающие садоводы, вы запомните и на всю жизнь вы уже будете профессионалами. В прошлом году я снимала видео обрезки смородины вот на вот этих вот кустах. Методика заключается в том, что каждая веточка для хорошего урожая у вас должна расти не более 4-5 лет. Потом по цвету коры вы уже определите, вы ее должны беспощадно срезать для того, чтобы прежде всего открыть точки роста для новых веточек, которые у вас за этот год будут вегетировать и на следующий год у вас уже начнется практически новая волна плодоношения. Это будет очень важно. Помимо того, в старых-старых ветках накапливается огромное количество грибковых заболеваний и вредителей. Совсем недавно, вчера, позавчера я для вас сняла видео о методе обработки смородины кипятком. Начинающие садоводы не пропустите, зайдите в плейлист садоводства и просмотрите этот метод. Сейчас это мероприятие уже поздно делать, но в зимний период, конец зимы, начало весны, когда уже не распускается у вас на конус почечка, этот способ также стимулирует иммунную систему и повышает урожайность. На кусте смородины должно быть 12-15 веточек всего лишь. Это для того, чтобы куст освещался очень хорошо, проветривался, не загущенные ветки были, не пересеченные и смородина будет очень хорошо себя чувствовать. Если у вас будет проветривание, не будет скопления грибковых заболеваний, освещение даст возможность зазреванию ягод. Это будет очень хорошо. Дорогие друзья, одна веточка может жить на смородине, как я вам сказала, от 4-5 лет. На кусте мы оставляем всего лишь 3-4 побега такого возраста. Ну вот у меня, ну вот у меня по коре мы можем определить 1, 2, 3 вот здесь вот и 4. 4 побега, в котором четвертый год. Ветки у меня расположены чашей, это очень хорошо. Трехлетняя у меня, это более светлая кора. У меня тоже здесь 1, 2, 3 и вот четвертая. Более тоненькие, вот у меня всего лишь две веточки здесь, двухлетняя. И вот прошлогодние тоже у меня здесь небольшой такой прирост, потому что была сделана в прошлом году. Большая омолаживающая обрезка. Но когда я смотрю на вот кустик, вот у меня однолетний кустик, вот ветки однолетней природы. Посмотрите, пожалуйста, в прошлом году, видите, веточки у меня все раздвоились. Посмотрите, каждая веточка разделилась у меня на такие рогатки. И здесь тоже много плодовых почек. Поэтому я не оставляю вот веточку прошлогоднюю, вот просто вот такую ровную. Я ее подрезаю где-то на одну треть. В этом году эта веточка не дает хорошего урожая. Практически она еще молодая. А обреза вот где-то на одну треть, моя веточка за этот год даст вот разветвление на вот такие вот рогатки. Дорогие друзья, уже опытные старожилы-садоводы, этот метод может у вас вызывать противоречия. Вы можете в комментариях написать, что же я делаю. Вот такие вот веточки могут обмораживаться зимой. Но, дорогие друзья, мы используем не только свой многолетний, десятилетний опыт, но я еще изучаю литературу иностранную. И вот именно европейский опыт, который тоже суровые зимы рекомендует смородину практически обрезать на одну треть для того, чтобы вызывать вот такие вот развилки. И смородина дает более урожай обильный. И действительно это способствует повышению урожайности. Ну и конечно куст более такой, посмотрите, более пышный. Поэтому вот в этом году я произвела, в прошлом году я произвела чистку кустарника. В этом году мои веточки, вот самые старшие, это четырехлетние. На следующий год я их обрежу. Им будет уже пять лет. В связи с тем, что я кустарник омолаживаю постоянно, я буду ими жертвовать. В этом году нарастет молодняк, а в следующем году будет еще больше прирост. И оставляя всего лишь четыре ветки текущего года, мы постоянно будем омолаживать смородину, которая действительно может жить на протяжении десятилетий. Особенно ценные сорта, если они остались у вас от родителей, если это у вас отчий дом и очень хочется эти растения сохранить. Смородину очень легко почеренковать. Вот в этот момент, когда мы вот мы с вами подрезаем вот эти вот череночки. И вот такую веточку вы можете заглубить во влажный круг под углом 45 градусов. Вот даже вот между кустарниками где-то. И на следующий год вы получите омолаживающий уже куст. Молодой и со временем старый-старый родительский куст вы практически замените на молодой. Это будет очень важно. Вот такие особенности обрезки, дорогие друзья, я вам рассказала и в этом году. Пожалуйста, прислушивайтесь к моему мнению. Такой способ обрезки черной смородины, красной смородины и золотистой. И сейчас я сделаю небольшую паузу и покажу вам средства, которые вы обязательно должны сейчас также использовать для смородины. Дорогие друзья, и напоследок я вам хочу показать свой еще способ повышения урожайности. Я использую на протяжении многих-многих лет. Действительно, результат очень хороший. Средство у меня еще не готово, но именно под смородину я подкапываю яичную скорлупу. Мы вот так вот можем поверху даже посыпать, а потом прикопать. Обязательно, обязательно луковую шелуху. Она дезинфицирует наши растения и вокруг уничтожает грибковые заболевания. Это скорлупа, это носитель каль. Совсем недавно я сняла видео о пользе золы. Вам обязательно его надо посмотреть. Я рассказала и о противоречиях, когда вы можете испортить такую прекрасную органику, золу. Да, это щелочное удобрение. Калийно-фосфорное, которое очень нужно нашим растениям в фазе цветения и плодоношения. Калий и фосфор. И для корневой системы, и для урожая. Азот, он просто гонит вегетацию, а сам урожай дают калий и фосфор. И вот яичная скорлупа, которую вы можете просто вот так вот разломать. Я просто еще не готова к этому мероприятию. И перепелиные яйца, вы прекрасно понимаете, носитель микроэлементов здесь необыкновенных. И куриные яйца. И очень важно, именно луковая шелуха. Это инсектицид, который будет бороться и с грибковыми, и с вредителями. Но еще есть один ингредиент, его у меня сейчас нет. Это кожура с картофеля. Именно крахмал дает необыкновенное плодоношение. Но это для смородины у меня такой мой проверенный способ. А вы можете его использовать и для других растений. Я практически просто подкапываю, делаю вот такие вот лунки под кустарниками. И вот это вот незаменимое средство сейчас у меня уйдет в грунт. Конечно, можно скорлупу перемолоть на кофемолке. Но, дорогие друзья, мы дачники с вами, у нас совсем нет времени. И просто разломав вот так вот скорлупу до осени, практически она перейдет уже в органику. Ее растянут черви и кальций полностью перейдет именно к растению. Поэтому, ну, вот такое еще средство в конце видео я вам посоветовала. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Марина Цветы. Просматривайте плейлисты по темам. Дорогие друзья, я очень много вам предлагаю профессиональной информации. Не просто как любитель садовод, а человек, который очень много в своей жизни имел опыта выращивания обычных и необычных растений. Я вам рассказываю об элементах, необходимых для растений. Азот, фосфор и калий и не только. Поэтому, пожалуйста, если вам это видео было интересно, поставьте класс, поделитесь в соцсетях. Я думаю, для многих метод обрезки начинающих будет очень важен. Подписывайтесь на мой канал и мы не потеряем друг друга.